В Пекине состоялась крупнейшая мировая выставка и конференция по искусственному интеллекту WAC 2025. В этом году событие стало по-настоящему историческим, ведь лидеры индустрии открыто заявили, эра воплощенного интеллекта выходит за границы лабораторий. Китай делает акцент на гуманоидных роботов, умных, точных и, наконец, действительно полезных. Уже сегодня такие машины выполняют сложные и тонкие задачи, а завтра появятся в школах, больницах, домах и многих других сферах. Смотрите полный обзор главных премьеров и открытий WAC 2025 в одном виде. На выставке особый интерес вызвал стенд Фраер. Новинку фирмы JR3 уже называют самым очаровательным роботизированным гуманоидом. Небольшой автомат с приветливым обликом, значительно ниже большинства аналогов. Его рост всего 134 см. Выразительные глаза и мультяшные формы призваны вызывать интерес и расположение, ведь JR3 создавался для применения в домах, школах, клиниках и других общественных пространствах. Главная особенность – мягкий корпус, который не только приятен на ощупь. Вся верхняя часть тела и ладони JR3 оснащены специальной чувствительной оболочкой, позволяющей распознавать прикосновения и корректно рассчитывать усилия при контакте с людьми и предметами. На WAC особое внимание журналистов и гостей привлек целый квартал роботов. Это не простая экспозиция, а тщательно созданная модель повседневной жизни с искусственным интеллектом в центре. Что здесь? Кафе, где роботы готовят шашлыки. Арт-станция, где механическая рука рисует иероглифы. Мастерская, где чинят технику. Реалистичная улочка Шанхая, где за каждым поворотом сцены с участием роботов. Их функции не ограничены декорациями. Это демонстрация когнитивных, моторных и интерактивных навыков. Одни играют на барабанах, другие бережно чистят яйца, третьи общаются с прохожими. Этот квартал наглядно показывал, что роботы в Китае уже не просто экспериментальные прототипы. Они больше не висят безжизненно на стендах, как год назад. Это быстро развивающиеся системы, готовые стать частью обыденной среды. Такой проект – реальный пример того, как искусственный интеллект способен сосуществовать человеком, а не существовать отдельно. Никакой мишуры, никаких футуристических спецэффектов. Китайская компания «Шэнк Элфэнд Антична Лобэси», специализирующаяся на создании и производстве реалистичных гуманоидных роботов для бизнеса, представила на выставке свой ключевой продукт «Марс Бьюти Раборт». Это итог пяти лет работы. Его основная миссия – привлекать и обслуживать клиентов в магазинах, ресторанах и гостиницах. Эти человекоподобные устройства с выразительным дизайном поддерживают мультимодальное общение с людьми, умеют разговаривать, выражать эмоции и использовать жесты. Кроме того, они способны танцевать, но исключительно по заранее заданной программе. Что ж, со своей задачей – привлекать внимание публики, эти роботы справляются безупречно. Согласны ли вы? Это робот компании «Этробот». Они делают робот автомобильных платформах, и это их новая разработка для экстремальных условий и спасательных операций. У этого робота довольно мощные манипуляторы, которые могут использовать сменные инструменты и захваты. Например, здесь у него есть с одной стороны болгарка и с другой стороны у него есть шуруповер. Поддерживает до шести разных сменных инструментов. Здесь находится механизм для обеспечения автономной замены этого манипулятора. Мобильная платформа может быть на шасси, может быть на колесах. И сам робот сделан специально в таком небольшом антропомортном стиле с головой и корпусом. Здесь находятся лидары, камеры и прочее, которые помогают ему обеспечивать дистанционное управление, автономное движение. На выставке WAC 2025 компания Kinrobotics представила своего первого двунового сервисного гуманоидного робота X-Man F1. Он не ограничивается простыми движениями вроде ходьбы и размахивания руками. X-Man способен выполнять конкретные функции – разносить напитки на барной стойке, выдавать попкорн, демонстрировать продукцию и даже оказывать помощь в медицинских зонах. Робот управляется языковой моделью и мультимодальным искусственным интеллектом. Он распознает команды, реагирует на жесты и двигается плавно, почти как человек. На экспозиции устройство работало в связке с другими роботами Canon, показывая, как можно создавать целые экосистемы умного сервиса. Компания уже контролирует около четверти мирового рынка сервисной робототехники, а X-Man стал шагом к более сложным, но прикладным моделям гуманоидов. Свою мировую премьеру на выставке также представила компания Shinge Genier Kyber Robotics. Она сделала акцент на тяжелую промышленную робототехнику и вывела на сцену Kyberg R01, первого в Китае крупного гуманоидного робота для промышленности. Оснащенный шестью десятками двух степеней свободы, он способен выполнять физически трудоемкие задачи, поднимать грузы, участвовать в логистических и производственных процессах. Это не экспериментальный образец, а полноценное решение, созданное для практической интеграции от складских зон до сборочных линий. Технологический гигант Baidu также заявил о себе. Компания представила новое поколение цифровых людей, агентов искусственного интеллекта, созданных по образу реальных людей и способных анализировать и принимать решения. По словам Baidu, недавно один из их виртуальных персонажей вел совместное шестичасовое онлайн-шоу с другим виртуальным ведущим, популярным китайским тележурналистом, что привело к рекордным показателям продаж. Кроме того, на Всемирной конференции по искусственному интеллекту Baidu сообщило о получении разрешения на эксплуатацию полностью автономных роботокси в ряде районов нового округа Пудун. Это первый коммерческий запуск сервиса в самом центре Шанхая. Согласно данным агентства Синхуа, Китай ускорил развитие искусственного интеллекта, выпустив 1509 крупных моделей из почти 3800, созданных в мире на данный момент. Количество компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, уже превысило 35 тысяч и 5100 из них расположены в Китае. Пять ключевых направлений инноваций для китайских стартапов-единорогов в области искусственного интеллекта – это большие языковые модели, автономный транспорт, интеллектуальная робототехника, приложения бизнес-аналитики и вычислительные чипы на базе искусственного интеллекта. Компания Unitrobatics удивила гостей выставки боксерскими боями роботов. Модель G1, один из самых доступных гуманоидных роботов на рынке, демонстрировала сочетание когнитивных и моторных навыков. Этот робот способен не только участвовать в поединках, но и выполнять сложные задачи – играть на барабанах или заниматься каллиграфией. К сожалению, фирма пока не показала свою уникальную новинку – гуманоид третьего поколения Unitri R1 Intelligent Kamprnyan. Этот 25-килограммовый бот поддерживает гибкую настройку и разработку, а также оснащен мультимодальной элем-платформой, объединяющей голосовые и визуальные функции. Ждем его появления на World Robotics Conference, которая уже скоро пройдет здесь же, в Китае. На выставке нашлось и место забавным моментам, например, роботы компании Matrix. Вид сзади. Как вам такой подход? P&D Robotics также привлекла внимание. Видя с ее роботом, Адамом уже набрало вирусную популярность в сети. Адам ростом чуть менее 170 см и весом около 60 кг оснащен 40 степенями свободы. Модульные приводы собственной разработки обеспечивают до 300 Нм крутящего момента в его суставах. Управление осуществляется через фирменную сеть P&G Network, которая обеспечивает быструю и стабильную реакцию на команды и сенсорные сигналы. Адам – это продукт полного цикла. Компания самостоятельно разрабатывает моторы, редукторы, робосуставы и алгоритмы управления. Китайская компания EdgyBot устроила впечатляющее шоу воплощенного интеллекта. Центральной фигурой стал гуманоид нового поколения Link X2. Он умеет бегать, подниматься по лестницам, кататься на велосипеде, демонстрировать кунг-фу и свободно вступать в диалог с гостями. Рядом на стенде представили и UNG2 – вторую модель гуманоидов ростом 1 метр, весом 55 кг, с острым зрением, слухом и высокой точностью движений. Он способен на тонкие задачи, например, вдеть нить в иголку. Встроенный искусственный интеллект помогает роботу ориентироваться, распознавать речь и решать сложные процессы. Кроме того, EdgyBot презентовала открытую платформу Genu Investioner – инструмент для разработки гуманоидов от обучения до управления. На ее базе работает модель Genu Operator 1, обученная на миллионе траекторий и сотнях сценариев. Благодаря этому успех выполнения задач роботами компании достиг 78%. У EdgyBot масштабные планы. Новый завод в Пудуне уже выпускает до 400 роботов ежемесячно, а к концу года планируют произвести от 3 до 5 тысяч единиц. Кроме того, расширяется и география, рассматривается запуск нового производства, в том числе в Казахстане. Инженеры EdgyBot продолжают экспериментировать и недавно представили концепт робота, способного быстро передвигаться на колесах, а затем раскладывать их и ходить на руках. При этом X2N может приносить различные полезные грузы. Как вам такая идея? На WAC отсутствовала NVIDIA, что вполне объяснимо в условиях американских санкций, но пустые ниши долго не простаивают. Huawei представила на выставке систему Cloud Matrix 384. Что это за решение? Недавно Джейсон Хуанг назвал Huawei одной из самых влиятельных технологических компаний мира, отметив, что она способна заменить NVIDIA в Китае, если США продолжат экспортные ограничения против Пекина. И вот прогноз Хуанга начинает сбываться. Телекоммуникационный гигант впервые показал аппаратное обеспечение своей вычислительной платформы, включающей 384 чипа SN для обучения и эксплуатации моделей искусственного интеллекта. Huawei продвигает продукт под названием Atlas 903 Super POD, как указали эксперты Семи Аналисис. Хотя один чип Сент может превосходить самый мощный чип NVIDIA BlackOwl, новая система Huawei с легкостью перекрывает этот разрыв, так как содержит в 5 раз больше чипов, чем NVIDIA JB200. Однако, по данным отчета, это снижает общую эффективность, поскольку система Huawei требует значительно больше энергии. Компания уже ищет решение, и, похоже, США не удается существенно замедлить развитие искусственного интеллекта в Китае. Технологический гигант Tentent представил на выставке 3D-модель мира Anorn 3D World Model 1.0. Это первая в истории открытая генеративная 3D-модель, способная превращать текстовые и графические подсказки в полноценные трехмерные миры с обзором 360 градусов, которые можно не только рассматривать, но и исследовать, а также использовать как игровые пространства. Технология реализуется в три шуга. Сначала формируются панорамные изображения, своего рода черновая карта. Затем искусственный интеллект разбивает ее на смысловые уровни – небо, окружение, объекты. После этого каждый элемент преобразуется в 3D-меж с глубиной и геометрией. В результате формируется интерактивная сцена, совместимая с Unity, Unreal Engine и другими CG-платформами. Все это доступно в открытом виде через GitHub и Hugging Face. Alibaba представила Coorg Airglaces – очки с навигацией и возможностью оплаты через Alipay, которые должны выйти на рынок Китая к концу 2025 года. Этот легкий и стильный гаджет полностью управляется голосом. Очки уже способны переводить речь в реальном времени на разные языки, совершать звонки без рук, вести транскрипцию встреч, воспроизводить музыку, отображать маршруты и даже сравнивать цены на Тайби-ю. Интеграция с Alipay встроена в стандартную комплектацию. Как считаете, удастся ли Alibaba обойти Цукерберга на этом поле? Знаете, чем удивил на выставке китайский телекоммуникационный гигант ZTE? Ни много ни мало – новыми звездами TikTok, робопитомцами Мачи. Эти милые создания созданы для имитации эмоциональной связи и общения с владельцем. Роботы существуют сразу в двух мирах – реальном и виртуальном, умеют не только строить глазки, но и, например, играть в простые игры вроде камень, ножницы, бумага. Их ключевая суперсила – объятие. Мачи реагируют на голос и жесты, поддерживают визуальный контакт, но подробности о характеристиках пока не раскрыты. Вероятно, питомцы смогут узнавать хозяина и отслеживать его перемещение. В другой зоне стенда ZTE показала футуристическую капсулу не продукт, а демонстрация новой системы с искусственным интеллектом-компаньоном для автомобилей. Первым ее получит Geely Galaxy M9. Концепция описывается как «машина-друг» более человечная, чем когда-либо. Благодаря искусственному интеллекту автомобиль теперь умеет разговаривать, развлекать играми и даже делать комплименты. Он распознает жесты и команды в реальном времени. Система интегрирована с 5G-агент Гуард, который обеспечивает стабильную передачу данных и ускоряет выполнение задач более чем на 20%. Эта инновация – пример перехода от пассивных интерфейсов к активным IE-агентам, способному одновременно слышать голос, понимать движение и управлять сервисами прямо на ходу. Вот так выглядит транспорт уже настоящего, а не грядущего. Шанхайский «Джанг Хайтек Парк» представил на WC третье поколение робопатформы «Кинг Лоунг», полностью разработанной в Китае и открытой для сторонних разработчиков. Робот получил не только улучшенный корпус, но и рюкзак с полезными инструментами – новой высокоточной навигационно-спутниковой системой BDO. Она помогает устройству ориентироваться в любых условиях. Однако, по признанию разработчиков, ориентирование – не единственная задача. Главная проблема большинства гуманоидов – остается быстрая, естественная и стабильная ходьба по различной местности. Для ее решения инженеры «Джанг Хайтек Парк» тренируются на небольших роботах. Эти мини-боты с милой внешностью используются не только сотрудниками парка. Они недорогие и доступны для университетов и даже школ по всей стране. Как считаете, это значимый шаг для робототехники и искусственного интеллекта в Китае? Хотите узнать больше? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не пропускайте новые видео.